А как это работает? Их ДФЕ на элементальный урон. Привет, давно МКЛ не было. Оно по расписанию будет в пятницу сентября. Первую пятницу сентября. У нас очень много изменений, о котором мы расскажем. То есть это будет где-то 8 сентября. 8 или 7, я не знаю точно, что будет. 8, кажется, если 1 сентября завтра, завтра у нас пятница, то 8 сентября будет МКЛ у нас. Да, вообще 1 сентября надо по-хорошему. Но учитывая, что Виктор приехал, вряд ли он... Мы не говорили, по крайней мере, что 1 сентября будет. Я могу уточнить, но, кажется, нет. Кажется, на недельку отложим. Нужно какое-то время, чтобы собрать информацию о задачах. Ладно, погнали. Мунчанский в форме, кстати, играет. Обратите внимание, левый нижний угол. А 120-й пытается в зеленой футболке скрыться, слиться с шторами, не менее зелеными. Козлик с козлом. Козлик с козлом. Второй барак? Да, похоже. Смело. Да, это два барака. Да. Не будет двух бараков. Ну, потому что он должен был это сделать еще сто лет назад. Вообще, андеды могут файковать. Да-да-да, вот. Так-так, все хорошо. Хэппи так часто тоже делает. Особенно на картах, где легко закрепить натурал. И эльфы многие психуют. И такие, блин, надо два барака ставить. Ставит два барака, андед прожимает Т2. Эльф остается у разбитого корыта. Ну вот ответную базу, я думаю, Мун будет ставить. У него там висп заготовлен. Думаю, что он поставит. Просто после Т2, вот этим вот виспом. Это логичный шаг. Да ладно, здесь где-то есть точка. Он, кажется, правее будет дерево. Не на стандартной точке, а ближе к... А, вот там вот даже. Я тоже удивлен, да, что не сорвались они. Угу. Посмотрите, у Муна какой контроль карты хороший. Правда, он не помог ему андеда вот здесь вот поймать. Четыре скелета можно было бы... Ай. Хорошо сплетит 120-й. Сейчас можно. Да. Ну, пфф, окей. Можно было гульку перехватить красную. Еще может перехватить гульку красную. Ой, ну что, ну как на-то-то-то-то. Два кольца плюс четыре у козла У него вообще три кольца Ловит околита разведывательного Проверяет нет ли нычки Там уже третий ДК Гульку-гульку перехватывает Мун Сейчас я за Муна начну болеть Да, минус Гулька, раз Даже Арча бегает рядом с Хантресками Что, конечно, редкость большая Потому что они отличаются по скорости перемещения И Арча обычно не должна рисковать своим здоровьем Вот она и потерялась Следующим героем Дима Тоже стандарт в поддержку кипера Две лорницы тоже стандарт И сейчас задача у Муна поставить базу Как можно быстрее Контролировать при этом, чтобы на халяву не поставил нычка 120 Там висит висп у Муна как раз на натурале 120 Гра-мод-но Но 120 делает разведку Видишь, там экспант Он не сильно удивлен Я думаю, просто немножко сожалеет Что Может быть не искал Может быть не нашел Я не помню по миникарте Какой там был расклад Ну и, как следствие, не попытался во время строительства отменить Все, здесь будет козел третий Ему больше от жизни ничего не нужно Можно будет оставить Димку Одного добивать Ну, передал ему часть артефактов Причем, смотрите, когти у кипера, кольца у Димки Потому что кипер у нас рейнджовый А Дима у нас танкует Ко мне опять коты лезут Трисандра Михаун Вот, но вот сейчас довольно странный мув от Муна Потому что он вообще-то должен был идти на магазин куда-то Или на маркетплейс наверху Потому что у него сейчас временное преимущество Видите, какие там красные герои у Андеда Это значит, что если бы там был эльф, он бы не дал Так просто крепиться И опять Мун, видите, продолжает крепить Нейтралов неподалеку Это идет в разрез Это очень странно Потому что Мун прекрасно знает Видимо, у него какая-то задумка есть Может быть здесь темп выше Типа после того, как ты нычку поставил Плюс 12 армора, да Дима очень плотный Не знаю, но Так они, получается, разделят карту по нейтралам пополам Это не очень хорошо для эльфа И Мун остается на Т2, кстати Просто маскозы Не хватает защиты На экспанде у Муна Ну, типа там нет второй лорницы Нет там следующих Мунвеллов Его будут сейчас уже пушить Дима врывается Маннаберн хороший Сразу на соточку Хантрески в... Хантрески в финдов Став даже на Хантресу Пока дистроф нет Можно с энтами хорошо посражаться Еще один Берн шикарный Ну, Димка тут исполняет Вообще прекрасно Диму пытаются не уконуть У него бутылка есть Минус 2 финда Мун ворвался просто прекрасно Тайминг шикарный Вот реально шикарный тайминг просто Он такой фигней Потому что Хантрес и Дриады Против Андеда Это весьма мясной лимит Его нужно разменивать До того, как появилась нормальная масса До того, как появились вот диспл Видите, дестройер вылетает Сразу ситуация меняется Тут диспл на энтов Пошел дополнительный магический урон Со сплэшем Но до появления дистра 120-й успел нарастерять Дофига всего Его загоняют просто на базу Дима такой танк У него еще медалька на 150 Он не чувствует арбу Андедовскую У него там штрафуют Эти 4 единицы армора Ну ладно, одно из трех колец Окей Став и отступил Молодец Да, можно Т3 прожимать Что ты стоишь, что у дерева думаешь Т3 прожимай Мун пока оценивает ситуацию Но тут его вообще ничего не сдерживает Чтобы течься дальше Выходить спокойно в медведя, варбу и Т3 Вот Ну кто, кто, кто тут Понимает эльфов Все нормально Все дальше свиток Аккуратненько Димку восстанавливаем Просветку даже купил А вот это зачем? Интересно, что еды боится Все дальше полный контроль карты Крепджек на 12 часах Да, есть эту точку Спокойно выходить в медведя И течиться Вот все, вард поставил, улыбается Можно выманить оставшихся врагов На маркетплейсе Тоже вариант Но Муно даже устраивает Вот такое стояние Что-то еще купил Дима, а, Слиперс купил Это реагилы несчастные У него экономика отличная, отлично Он течится, течится По экономике не штрафуется, не штрафуется Моноберны прописывает Сонному 120-му На, еще у тебя Моноберн на 55 Еще один Моноберн под деку О, выложил даже артефакт И пропил, соответственно, бутылку Он пятью тут рядами зачем-то Мун, ну не наглей, ну не наглей Там Мидвегон появляется Мун умудряется подрезать еще финда Гульку При этом доконтраливает ряду Только первая дряда сейчас падает Великолепный контроль Великолепный контроль Но не надо увлекаться, да Еще один финдец Такой размен в плюс, а, для Муна Сколько он, три дряда разменял На двух финдов, двух гулей Ману противника Тут от армии андеда Почти ничего не осталось Трех финдов, а не двух Поправляет пальто Пальто поправляет пальто Да, четкая игра Ancient of Wind Это под гипосов Против дистров То есть Мун сейчас будет выходить Медведи плюс гипосы Связка, конечно, страшная Для андеда А, не успеет Дизис Клауд И у Муна в производстве Засмотреть, как заряжено у него все Там медведи Гиппогрифы Грейт на Мунвелле Сейчас арбу возьмет, купит На последний слот Демон Хантеру Ну, передаст, скорее всего, козлу Но, тем не менее И при этом он еще постоянно Висп у него висит Он контролирует, что Противник экспант не пилит Все, то есть он понимает, что к нему Придут, и он должен просто От этой атаки отбиться И все, до свидания А то, что он отобьется Вариантов Ну, есть, конечно Вероятность, что не сможет Но все идет к тому, что Он с легкостью это провернет У него уже сейчас больше лимита У него на руках есть деньги И штамповка идет Штамповка с трех Производственных То есть две лорницы И Ancient of Wind работает Просто на полную катушку Все, пока тут Барак вытанковывает Как может Мун ждет подкрепа Из двух медведей Добавляет еще один Ancient of Wind Что странно Вроде ему такое количество не нужно Парочка медведей Ну, можно врубаться Я думаю Ай, дрядки так пролетают Ну, армия такая Довольно серьезная У 120-го На вид Но его на самом деле На 13 лимита меньше Что-то в дозаказе у Муна Там пара дряд Сетка не готова То есть гиппогрифы На халяву нагрызают Там дистра Моноберны прописываются Вот не надо вызывать Эмтов Это же Они сейчас только мешают Медведям И дают дополнительную ману Этим дистрам Бедный Мидвегон Не успевают За остальными Минус Мидвегон Четвертый кипер Можно, кстати, ауру ему взять Хотя против кого-то Против одного А этого деки Не надо никакую ауру Брэк Михаил Ну, типа, против возможных Этих Пугарк Который может Может строить 120-й Плюс 18 лимита Муна Он прогоняет эту атаку До До вражеского экспо Фактически Еще Медведя столько же Сколько финдов Это персоналка Или телепорт Телепорт Очень грамотно Ну, так как Андетт может кайтить И ты чувствуешь Что у тебя там Не знаю Медведи уже красные Тебе Потерять двух медведей Гораздо более невыгодно Чем потерять телепорт Отдать телепорт Особенно, когда у тебя На руках есть деньги Которые ты не можешь Например, быстро реализовать Все Выиграл себе время Восстановил Риджу здоровья Восстановил героев Мунвеллах Там подкрепа еще вылетело 74 на 52 22 лимита разницы Он ставит на 12 часах Действительно базу Ну что, и опять Вынужденно приходит 120-й Пытается здесь навязать сражение Сетка уже есть Гиппогрифа подрезает Но На этого гиппогрифа Он тратит большое количество здоровья Маны Опять же Медведи Врываются Нага еле-еле живая Дима у нее на хвосте Манабер на 8 успевает Сделать койл И спасти своего финда Но опять же Это, видите В одну калитку Просто пришел И сразу домой 120-й Отступает Медленно Медленно Больно С потерями Минус финт Минус второй Я бы вышел Да, и он выходит тоже Стоит отметить Очень Классный тайминг Вот этой вот Первой серьезной стычки У Муна Когда у противника Не было Еще Дестройеров И там Три хамтрески Там 4-5 дриад Прекрасно разменялись С гулями И с финдами То есть это Вообще Три хамтрески Это такой легаси Которые Эльф С начала игры Вроде как Тащит с собой Вынужденно Но они нужны Они нужны для контроля Карты Нужны для того Чтобы Там собственно Поставить базу Там покрепджекать Это ясно Но чем дальше Тем хамтресы Эти выходят боком Они ни в какое сравнение С мишками не идут По эффективности А время уже подходит Тебе нужно как-то их Утилизировать Эффективно И он не просто Их разменял на равных Против Андеда Что само по себе Является очень Очень выгодно На том этапе Когда Андед к Т3 А ты с хамтресами С дриадами Что-то у него подрезаешь Так он еще в плюс Разменялся там За счет как раз Прикопки Энтов И Своевременные Если упрощаем Если коротко сказать Своевременные атаки Ну так да Со стороны смотришь Уверен Мордор 19 августа Выкладывал Фикс элементального урона Да Ты что И что там кстати Я как раз в том районе Столкнулся Привет Есть вопрос не по теме Начал играть в Диабл 3 The Hell The Hell 3 Точнее понравился Тритансэс Заметил что Допуровни у меня не всегда Ага Конфиг Открываешь Текстовым Ну блокнотиком просто Текстовый файл Находишь поле Random Quests И с Он Меняешь на Off Тогда у тебя Все дополнительные Квесты будут Твистед Медоуз Да без проблем Против Муну выбирать TM Это же Лузер Пик 120 Выманивает Криппинг Немножко рисковый У Муну Но в конце концов У него будет возможность Увидеть Бежит к нему Противник или не бежит Он выкупать будет ДК вроде не бежит Никуда Все на зеленую точку Дима добил Предмет получил Он сейчас проверит Что противник там справа Собирается ставить базу Сразу бежит Димка И смотрится Ай Сетка от тролля На виспа И он Вместо того Чтобы задиспелить нормально Всю землю Когда у него была возможность Минус тролль Пытался не дать противнику второй уровень За счет добивания Последнего тролля Но Мун не собирается Как-то улынить Тунычку Как вы видите Прожимает Т2 Долбит противника маной Кстати можно спокойно Делать моноберны Потому что у тебя есть Бутылка маны Да и контр-эксп идет Ну Я думаю Мун вообще не против Играть на ТМ В макро какой-то Даже против хорошего Ондеда Но он этим всю жизнь Занимался И знает Что там Что там делать нужно Было бы неплохо Отменить строящийся Зигурат Конечно же Но Он уже во-первых Доделался И Проверил Что просто не ставит Противник базу А там Акалит на самом деле есть Он может Он увидел 2-го Акалита Должен был увидеть 2-го Акалита 2-ое Акалит Это такое палево Это значит Что от экспанда Не будет отказываться 120-й И сразу бежит 120-й На точку Где нычку строит Ой Это сейчас может быть Такая проблема Для Муна Это минус Строящийся Эксп Раз Андейдовский Он зевнет Дваз Перкс Элемент Вэпн дэмэдж Косяж В нот Варкин Райт Фикс Прис Фикс Лэмэн Дэмэдж Ребаланс Вэллин Сглобал Кэпщ Ну это похоже На фикс Гурни Можешь тогда взять Ту живую арчу И перепройти Тем более Я ее А нет Я ее убил Кажется Кажется Я ее убил Короче Мун снова Ставит базу В том же самом месте Рядом с кабанчиком Но В макро Он выйдет Очень плохо А мне показалось Что Мун собирался Там вторую базу Влепить сразу же Прикиньте Какая наглость Это в стиле На самом деле Муна Пандариски Пошел Мне нравится Как раз Разведочка Умуна Видите Все Чекает Туда-сюда Да Кондрик Я видел Что ты в пое Играешь Ну в частности Вот в этот Ротлесс Ротлесс Как он называется Правильно Да, да Не она Привет тебе Отдельный привет А что делать Если кошку Видимо Покусал Хабиб Он начала Периодически делать Проходы в ноги Пытаться бороться Берешь пшикалку Ой Хорошее дыхание Отбивается он Здорово Конечно Эншент Овинс На такой стадии А, там Гарги Он знает Что там будет Мазгарги Просто Тогда понятно Все Ну да Догоняй Догоняй Давай Что это Это не норма Видите Насколько позже У Муна База получается Как же хорошо Здесь Мун отбился Видели Он делал Ретаргет Бараком Чтобы его не добили При этом Не дал Ну там ДК Подбил Добил Всех нейтралов Которые были Ну двух Красных Которые На которые Мог претендовать ДК Без Койла Красиво ДК Бесит Конечно Со своими Вот этими Заходами Но он Ничего Пока Здесь не добился Кроме Выигрыша По времени Но явно Не только На это Надеялся Барак еле-еле Сделал Ретаргет Даже Чтобы не Это самое Второй Ночный Винт Против Гарг Ну Мун Прочитал Эти Гаргули Это Понятно Но Он проигрывает По экономике Но проигрывает По экономике По двум причинам Это То что он Прозевал второго Аккалита И не понял Что противник Все равно Будет делать шахту И ушел Демонхантером И второе Что он Отдал свою Строящуюся базу Совокупность Двух причин Привела к тому Что экономика У андеда Сейчас лучше Чем эльф Ну панду Нужно крепить Чем там Третий Четвертый Пятый Делать грейды С приоритетом На атаку Гипосом Третий Оттеншин Товинд Грейт на атаку Он делает Больше за муны Потому что Лучше понимаю Что происходит Чисто из-за Расы И на красный Даже полезет Вот А у 120 Глобальная Задача Выбрать Удобное Время Ну то есть Он не будет Сидеть на лимите 50 Как вы видите Выбрать Удобное Время И прийти Навязать Атаку На экспанде Умуна Попытаться Там Выиграть Бой И Соответственно Додавить Алекс Уин говорит По твоему мнению Рема Дема Хорошо понимает Ты сколько оценишь По комментатору По 10-бальной шкале Понимают Хорошо Это лучший Комментатор Англоязычный Все С этим сложно Поспорить По 10-бальной Оценивают Приблизительно Так же Как себя По 10-бальной Ставьте любой балл Сейчас такие Троечки 3 из 10-и 2 Да Муна сейчас Нужно еще Где-то Поразвлекать Андеда Он не готов У него Продакшн Грейт На защиту Не доделался Плюс Надо Помучить Противника Через Через Берны То есть Надо Алхимику Сделать Берн Чтобы Чтобы не было Осидки Желательно И Андедовских Основных героев Тоже По 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 Душить Именно поэтому Он вроде как Лезет А вроде как И не сражается То есть Это не Не решительность Это Тактика Такая Смотрите Оп Берн Оп Там не Осидка Там лечение Оказывается Фига себе Гарги Пошли Ну Сейчас Вообще Мун Должен Выигрывать Сражение Хотя Там Плюс Один Светок Лечения Но Гипосов Столько Жестоко И Гарг Плюс Есть Панда А там Не Дестройеров Это Просто В ноль Должна Панда Ушатывать Смотрите Дыхание Ой Он не стал Дранкинхейс Сделать Молодец Дранкинхейс Оооо Браво Сейчас там Такой салат Весь воздух Гиппогрифы Сожрут Ай Молодец Смотрите Скриньте Просто Скриньте Сколько там Гарг Отстанец Ну че Минус Гарген ГГ Блин Молодец Молодец Ну а потому что Дранкинхейс Это вам Четыре грейда На атаку Просто Если вы Пропускаете Дранкинхейс А он сделал Форму На дыхание Панды А дыхание Не настолько Эффективно Как Дранкинхейс То есть Дранкинхейс Работает 15 секунд КД У заклинания 12 секунд На первом Дранкинхейс Миссы Составляют 45 процентов 45 процентов Это почти Четыре грейда Какие хотите На воздух Это такой Салат Просто Салат Ну плюс там Вампиризм Еще сверху Двадцатка Считайте И Там было Где-то Восемь Гарг С одной стороны Я не считал Если честно Сколько там Было гарг И столько же Гиппогрифов Плюс один Наверное Гиппос И гиппосов Салат Ушаталь Несмотря на Плюс один Свиток Со стороны Андедда Самый ценный Артефакт Из разовых Который Помогает Справляться В воздушных Файтах Круто Он вообще Соображает Потому что Стандартный Эльф Кидает Винные пары Дыхание Потому что После винных Паров Дыхание Наносят Ну поджигает Винные пары Не кидал Кани Мун специально. Он сначала дыхнул огнем, заставил противника сесть в стон форму, и ты все уже должен... Может быть, в той ситуации надо было Гарг не возвращать. То есть надо было сидеть и не взлетать под Гиппеса, когда ты понял, что там он не кидал винные пары панды. А там было видно, что он не кидал и по анимации, и по количеству маны, которое у панды было. Короче, Мун просто одним триком, фактически, дикого преимущества во время финального сражения добился. И эльфы заценят. Должны заценить, по крайней мере. Прикиньте, Мун просто ошибся, так как, может, мы решили хитрый мув. Это тоже возможно, потому что ты делаешь винные пары дыхания через шифт, и панда может замахнуться, сделать винные пары, и при этом, если у тебя, ну, у тебя сработает дыхание после этого, но не полетят винные пары, если Гарги успеют в стон форму. Ну, то есть они, там, летит плюха, в этот момент Гарги в стон форму, и в... хотя нет, он даже не должен кидать тогда, получается. Как интересно эта штука работает. Не, мне кажется, что там не было даже попытки винные пары кинуть. Это был развод. То есть даже если ты захочешь обмануть, тебе не получится это сделать. Ну, то есть там отменится анимация винных паров, если юнит станет иммунным к магии. Ну, это так же, как вы в Маутон Кинга, который становится аватаром, или в Человека, который прожимает инвул, до того, как вылетело заклинание, вылетел Койл, но уже пошла команда слэш-анимация, ну, взмаха меча там какого-нибудь, или замаха на молоток, он не вылетит просто. Если в тот момент юнит становится неуязвимым к магии, или в принципе неуязвимым. Мне нравится, опять же, висп у Муна. Смотрите на красной точке справа. Это чувак, который может выйти чуть севернее, поставить на 15-ти часах базу. То есть вот сам факт наличия там виспа, это сигнал очень опытного эльфа, который не знает, когда он может себе позволить поставить базу, но готов это сделать в любой момент. Ну и плюс, посмотрите, как другие... О, кота выкидывают 120-й с этого, с кресла. Ну, 120-го кошки харасят, не Муновские, а свои, даже... Ну, это сложно, да, сложно здесь что-то есть. Хороший Детонейт. Мун может, в принципе, нычку воткнуть в себя на мейне, так Фогич делал против Андеда, потому что на Терре против Андеда тебе вроде как и хочется, как всегда, поставить базу, но подходящих точек очень мало. Они все жирные, они все неудобные. И да, не ясно, как это лучше исполнить. Пока Мун не ставят базу, он просто выходит в Т2, в лорнице. Куда Арчи пошли? Ой, что, блин? А, Димка-то отсюда может не уйти. А, персоналка решила. Ну, пригодится она. Причем телепортировался не на мейн, потому что боялся, что после этого Андед пойдет сразу в магазин собирать, чтобы тебе не надо было ждать Демон Хантера, пусть даже и Битова. Мун сегодня в хорошей форме, два стафа, Моноберна, ПКТ, хороший маркер. Да-да-да-да, вот, кстати, обычные регулярные вот эти вот заклинания, типа Моноберна, они очень хорошо показывают степень бдительности, если хотите. То есть это вроде дефолтная часть микроконтроля, но ее часто зевают. Добивание бараком, дисплы виспами, то есть такие стандартные события, которые, ну, мы уже заметили, да, там по игре того же самого Муна, Фогича, Соника, насколько, я помню, уже начал расстраиваться загадя, видя вот первые эти маркеры в игре Фоги, то есть понимая, к чему это, скорее всего, приведет. То есть если человек на старте начинает в дефолтах, в обычных ситуациях ошибаться, это плохой знак. Это значит, что с большей вероятностью он в сложных событиях тоже будет косячить. Ну и потом мы увидим, как Демон Хантер под конец сражения, там спустя 20 секунд, делает свой первый моноберн. Такой, ну здрасте. Контр, говорит, Черепашья Скала, первая карта, на которой я играл в аркад. О, минус гулька. Диэнн! Ну это нецелесообразно было делать. Конечно. Но вынужден Мун здесь будет играть с равной экономикой. Мы видели по игре Каха, что это вполне вероятно даже эффективно против какого-нибудь Хапача. Аликс говорит, та самая Белочка будет приходить во снах и грузиться с дерева, пока не появится вторая часть 13 серии Балдера. Да битая она. 13 или 14 битая, к сожалению. Спасибо тебе большое за соточку. Спасибо за поддержку. Особенно, что на Гудгейме. Благодарю. Халдер Ладер Скотт говорит, с последним летним днем. Сего точно, сегодня лето закончилось. Спасибо за стримы по Варкрафту. С каждым годом остаются только лампы, веро дни. А, ты как это? На ультразвук не могу пока еще переходить, чтобы только собаки слышали. Спасибо, Халдер. пока уму на нет такого преимущества как в на первой карте злой такой ряда медведи с одной базы можно сражаться можно конечно можно но сложных но можно тут очень один ки многое зависит как раз от его эффективного использования там ставьте какой-нибудь наги дать арбудим кипок и д этом монобер нити возвращаться в битву возвращаться возвращаться артефакт не очень хороший сейчас подпушивать будет уму на очень хорошими этот контроль за картой это он видит в испании задиспейлил ах ты какой он крепится там со скоростью он понимает что время уходит им надо быстрее отсюда валить даже на телепорте придется свалить доел мурлока последнего да тут надо собираться с первыми медведями отъедаться сложно будет отбиваться кстати очень сложно здесь отбиваться волна нестабильна в первых двух матчах было были моменты уму на такой папа пара за папара неточности в исполнении но в целом все выглядит очень так целостно надежно доедешь power cloud привет так он не может выйти еще со своей базы хочет но не может давить что он это к нему приходит но он думал красную забрать если там андет центр продолжит вычищать барак стоит хорошо димка пытается ворваться врывается отступать пробует отступает нормально под барак хорошо даже став не использовал арба есть сейчас димка снова этом влеча в какого-нибудь это прекрасный герой димка чемпион и обратите внимание что уму на еще стоит висп на там 11 часах то есть он если бы андет умудрился там и попробовал подхалявить увидел бы землю так три медведя три арчи но уже четыре арчи уже три ну тут как бы ныряет довольно агрессивно 120 ух ты здесь недоконтроливают мун так по ощущениям минус большое количество арчи минус одна дриада да все красное но 120 живое димка димка став 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 где став без кд ну вот все понеслась луна нестабильно ну как ну как в смысле как что он говорит если у вас анимация с пыла вы не можете использовать айтемы что за чушь он говорит ошибка игроков многих что если у тебя анимация с пыла ты не можешь использовать став что блин что для меня это новая информация я думал всегда прожималась нормально там и на вулу бутылки кайразинс а кто в курсе вообще ну возможно да возможно так и есть став 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 все гг один-два такой довольный щегол а мы в игре ребята мы в игре вроде бы так и есть насколько знаю давай проверять а есть кого возможность проверить из наших специалистов типа пальта ну просто задача взять там не знаю любого героя у которого есть ну заставить его там кинуть молоток сделать форк это и одновременно спамить став на юнита в момент анимации то есть бутылки например прожимаются телепорта прожимаются без привязки к анимации персонажа вообще то есть если на нем нет статуса типа стана то тебе ничего не мешает про прожимать предметы в инвентаре именно поэтому я не думал что у став есть какое-то ограничение на анимацию вообще не знаю не знал что у стаффа есть анимация какая-то ну что тебе нужно 24 hours на 24 часа в сети говорит сейчас проверю давай главное не тыкай став до начала анимации то есть самое сложное в этом эксперименте это попасть в тот момент ну чтобы тебя юнит которого ты или герой которого ты ставишь он был в ренже то чтобы тебе не надо было к нему подходить то есть вот вы более менее рядом стоите твоя задача его стафануть но попытаться это сделать в тот момент когда ты делаешь когда твой герой в анимации заклинание конкрит приветствую я был еще школьником когда первый раз зашел на гг и вот завтра начинается очередной учебный год когда я сам выступаю в роли учителя школьников о конкрет а в чатике ты до сих пор синевик эх конкрет спасибо большое за то что так вырос с нами можно сказать что ты преподаешь кстати анимация став и есть мне показалось герой поворачиваться герой поворачивается естественно герой должен повернуться географию экологию так вот серьезно красава я тоже за прошедшие 10 лет где перешел из ученика учителя какие вы старые молодцы прийти конкретно на этот на открытый урок какой-нибудь по улыбаться посидеть рядом с щеглами на задней парте посидеть по потроллить его что переходим к следующей карте умуны есть преимущество и кстати проигравший вылетает с турнира тут вы топовые игроки но лузера без не бескомпромиссно как безжалостная безжалостная учитель с ником бетон да ну может быть он брал не только из-за бетона что конкрет это и и кажется есть второе значение как буквально конкретный но и мне неизвестно да так и есть говорит 24 часа сначала нагока стоит форки потом ставит задержка примерно на секунду получается она сыграла роль вот так вот я для себя тоже открываю блин новые особенности механики варкрафта спасибо большое 24 часа в сети я буду знать бедный арчи минус один висп уже во время грейда арчи нарезают круги дима пытаются нанести какой-то тоже урон там дк с аурой блин собака мишаня тебе еще год назад моим нубасом приглашил а я как-то пропустил ты надо ехать наверное куда-то взрослые серьезные люди но учителям отдельный респект вообще это настолько профессии важные и не важное но сложное потому что ты часто не видишь ну учителям сложно оценить особенно когда только начинаешь работать какой долгосрочный эффект твои действия какому долгосрочному эффекту твои действия приведут то есть а вот когда ты уже начинаешь встречать людей которые там ты их выпустил прошло десять лет и ну и и не факт что ты увидишь результат своей деятельности то есть это это вам не не знаю работа в продаже какая-то с где гораздо ближе и понятнее результат и поэтому часто кажется ну так и является на самом деле что работа сложная потому что разные дети работа неблагодарная потому что очень мало по сравнению с другими сферами платят туда можно в принципе вкладывать бесконечное количество своего личного времени потому что в детей можно вкладывать анлим тебя не хватит на а у них то хватит емкости для знаний и всего остального вот и при этом ты только спустя какое-то время можешь только увидеть результат своих трудов короче респект учителям мочите школьников но в смысле дрессируете обучается вбивается какая нога битая е-мое надо арчу прикрывать аккуратненько скоро 3 сентября день прощания скоро день будет адеката сам подставляется ой нет 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 не дед нету подрезай 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 не хватит урона уже не не успеет а у может перехватить там лич уже сейчас можно и ногу потерять кстати деревенщина говорит москве зап нормальный учит ли в регионах даст сложнее оааааа висп тут на нову попался он не хотел нага идти потому что там одна новая минус нога до жестком белков говорит школе работа невыносимо сложно пришлось поступить в аспирантуру чтобы преподавать вузе да да за школа обязательная вуз уже какая-то фильтрация идет там тоже конечно сознательности по сравнению с там 25-30 летними товарищами меньше но а эндрим переводит говорит учителем респект андэдом респект эльфом дизреспект эээ расист но поддержу спасибо большое эндрим кстати по страте мун тоже самое исполняет хотя карта позволяет ему там в два барака в какой-нибудь экспо играть через кипера как он хочет но он все равно решил повторить стратегию стартал урока и ну посмотрим чем это приведет эмилька говорит досмотрел вчерашняя игра где-то смотрел ну что я заходил перед началом трансляции на ю тубе не было еще записи может быть спирант выложил уже а там пайпау андеда блины пахнет 22 вообще-то такой расклад неприятный для муны то есть он неприятный в краткосрочной перспективе из-за особенностей стратегия долгосрочные за артефакт в которые начинают падать 120 на га опять ловит вообще в лицо все мунвелла даже ее не спасают до магазина не добегают как дешево вот пока что только одна гуля минус там две другие на чудесах убегают 120 может даже и да да пушит здесь все посмотрим до гули возвращаются уже немножко подлечились все через фокус делает андеты естественно потому что арба его фактически заставляет что максимально эффективно работать покусить дима на бутылках уже живет это хреново дестройер есть который не даст ему ну и лорница не заряжена забейте это гг такие две классные игры были стартовым он а потом по стандарту отдался два раза подряд нам в принципе в рамках этого матча не важно кого терять потому что если мы потеряем 120 есть хэппи если мы потеряем муны есть там лавлиет финале верхней сетки и калорфул еще в озера то есть и тех и других достаточно вполне кто-то выйдет 24 часа говорит как сложно как сложно у многих с концентрации в том числе муну в отличие от хопача может пару как феерично когда играть поэтому все ну у меня было предположение что я пока его придерживаюсь что это в том числе обусловленной расой из-за того что тебе приходится что что сама раса основана на не то чтобы импровизации но много всяких вариантов есть у эльфов и не хватает времени на отработку какого-то стандарта потому что его по сути нет и наибольших успехов добивались эльфы которые я имею ввиду в первую очередь дэдмана конечно которые находили наиболее выгодную стратегию им доводили ее с точки зрения исполнения до совершенства потому что если вы помните эпоху когда доминировал андрей соболев он был лучшим эльфом как минимум европы и периодически выиграл на международных турнирах тогда была мета демон хантер и нага одна база две лорницы почти против всех раз почти против всех раз если мы потеряем муну там нет другого муну это верно но все по заслугам понимаешь если если ты молодец отыграл две две катки а потом все равно по собственно выбранному стандарту очень легко отдался ну какие вопросы что ты дальше делать будешь с такой игрой против того же самого хопача не ясно сейчас будет козел дима экспант не экспант в зависимости от разведки сейчас короче дима именно козлик должен быть первым ду мне не должен быть но думаю что козлик до козлик козлик это агрессия козлик это экспант козлик это то самое преимущество за счет экономики на которые выгодно эльфам делать ставку найти одну стратегию отрабатывать постоянно можно укоротить на шлейм боя бузин пари флопуш это имба или нет мета меняется часто без привязки к патчам то есть это вопрос времени когда к твоему к твоему к твоим там универсальные однотипные стратегии более-менее найдут ключи и ты сможешь ее видоизменяете как-то увеличивать уровень исполнения этой стратегии но зачастую страта не очень исполнение хорошие стратегии типа стратегия средненькая средне универсальные но зато исполнение топовый ну как у sky да или как у дедмана что-то что-то такое ну что часто люди проигрывают из-за недоконтроля не отсутствие качественной разведки не прожимание предметов то есть и вот сложно понять где находится эта грань между тратой времени на анализ противника каких-то специальных страт и и тренировки просто стандартной тренировкой как хопач тренирует просто вот механика контроль минус дк только сейчас он спрятаться может сверху нужно это подставить конечно о выходит сам сам виноват что выпустил ой ну что такое так дку потеряет пусть даже первым стадии игры то ранее это было бы очень ты его сильно отбросила бы там сразу козел 2 плюс 2 плюс козел это почти третий козел ну и так шаг за шагом not see an expansion we see a huntress in fact т2 хэппи да тут пока такие не то чтобы размены но сражение за то кто кто там эту черепаху будет окучивать ну будет окучивать андет вопрос сколько времени выиграет о еще теряет арчу и добивает еще черепаху нет мун как-то хреново идет о белка впишет я тоже читаю лекции университете без проблем и же говорю про принциальный школу дети 7 уроков каждый день с 5 по 11 класс пожилые коллеги куча маргинальных родителей до а вот у нашего коллеги сотрудника ледокола очень мама как раз перевелась в какую-то школу именно провинциальную там два человека в классе а ставка выше чем в городе знаем что там какие-то программы есть специальные по по провинциальным школам но я бы не отказался конечно по поучиться в классе где два-три человека но если конечно сразу задружились и фактически у тебя индивидуальный преподаватель это прям шикарно мне не совсем понятно на наш на что сейчас блин козла еще может отдать мун слабо играет сейчас просто минус арча минус хантреса плохой криппинг 2 и 4 на 18 и ты через козла играешь это как не лорница хорошо не не старается в такой ситуации улынить как предполагал комментатор типа ancient protector push потому что когда ты настолько позади тебе лучше как-то в стандарте сыграть дк почти 3 теперь только 2 кипра еще можно окружить по крайней мере попытаться можно было как же медленно мун реагирует увидели как он на на да что не справа можно выйти а он он не боялся окружения потому что у него вис прядышком был не задиспейлил но гулю по 2 по крайней мере подрезал ладно здесь жить можно еще 3 дк блин у манчанский ну такие классные катки первые две по двум разным стратегиям все хорошо на теме отыграл отлично несмотря на там одну ошибку в середине все же четко на островах эхо все хорошо и разведка и экспант и доминации размены и тут два раза по стандарту отлет и третий раз какая-то какой-то без перспективняк с точки зрения исполнения ну луна нестабильно что еще можно сказать как все как обычно все как обычно чуть не добила of было довольно близко да вот рунные браслеты могут вернуть прям прям в игру могут вернуть мы видели как помните хапач с лином когда играли как там выручали на тартал роке эти рунные браслеты блэд мастера что же делать дима нужен 3 жить терпеть стараться до медведей но это все сложно у него есть два кольца что неплохо мантию передать козлу в чем видите он не стал бежать до козла он выкинул артефакт чтобы дима не переставал наносить урон по нейтралам такие классные микро фишки вроде простые но опять же это из мелочей складывается уровень игры который как я уже неоднократно повторял он постепенно постепенно растет все равно да там в топ в топе только китайские новые игроки появляются но из-за того что турниры очень сложно найти неделю когда нет турнира с участием лучших игроков по варику и там с призовым 3-4 тысячи бак ну достаточно мотивационным чтобы все их принимали участие постоянно что то есть я вот на прошлом неделе race wars пропустил да и вас привет козлик пытается до козлик сразу телепортируется медведя могут подрезать как же все криво за подходить не нужно да 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 он чешет там под глазом у себя что-то воды вас подарил прямачок конкрет спасибо большое ну то есть димки третьего нет медведь потеряна 4 лимита при база в базу это очень это очень больно мертвый лимит частично в виде парочки хантресок козел непонятно как здесь выживать будет да короче забейте жалко мунчанского но выживают сильнейшие к сожалению ему тут явно не хватило ему то ли стамины то ли мотивации я не знаю чему не хватило первые две игры первые две игры у меня поставили ощущение что максимум карту какую-нибудь свою возьмет еще одну 100 120 то есть он выбрал т.м. отлетел на т.м. это 02 это вообще показатель такой и после этого мы отдаемся на на ошибках по исполнению и что наверное самое обидное когда мы говорим о муне он отдается в том числе на стратегии повторяющейся то есть он выиграл раз по одному шаблону выиграл два по другому шаблону потом перешел к стандарту не самому на мой взгляд эффективному и повторил его три раза с одним и тем же финальным исходом минус дима я бы вышел короче да ну нафиг патрицать там как-то что-то козлом теряет медведей дима не восстанавливается даже у него 32 на 53 не знаю зачем он здесь продолжает он пытается тыкнуть в деку попутно теряет еще юнитов на этом деле ждет видимо тому таверны когда диму можно будет восстановить медведерс тоже настафе еле-еле уходит дима начал воскрешаться и как обычно знаете начинается вот из последних сил контроль тогда когда уже ну не выпустил он деку первого уровня с плащом у него там 34 энта было он мог не выпустить деку начинается вот этот вот контроль на пределе сколько там apm хотя нет не предел там 350 чегула держит победу над легендой хотя у них статистика 50 на 50 и такое прекрасное было начало у мунчанского